Добавьте нам что-нибудь здесь. Здравствуйте. Alle meine Entchen schwimmen aus dem See, schwimmen aus dem See, Köpfchen in das Wasser, schwänchen in die Höhe. Очень хорошая песня. Теперь переведи. Мы её вообще-то пели в детском садике, в немецком. И перевод, наверное, «футки небесные, вечные странники». С цепью лазурной, цепью жемчужной. Да? Ну? В общем, перевод. Все мои утята плывут по озерцу. По озеру Рассеншмаузер. Головки в воде, хвостики наверху. Вот и всё. И припев. Что же вы, дурые, головы-то опустили? Не видно же ничего. Врежетесь так друг друга. Но они рыбачат. Подожди. Немец сказал «файн». Да. Он должен был сказать «all is good». Нет? «All is good» говорят в грузинском. Нет. Он должен был сказать по-немецки. Почему немец говорит по-английски? «All is good». Что это такое? Это не только английское слово. «Файн» вообще... У меня знакомая «фаина» есть одна. Поэтому... Неправда. «Файн» это английское слово. Что оно по-немецки означает? Я сказал «замечательно». Неправда. У меня просто муж отлично знает немецкий язык, поэтому не надо сейчас нам тут рассказывать. Это правда. Ее мужик хлебом не кормит. Да не по-немецки побалакать. И, кстати говоря, уточки-то головы не в воду опускали. А куда? Прямо в землю? Потом я тебе расскажу. В сырую землю? Знаю. Понимаю я кое-что. У нас так... Можно начинать, да? Да. Черный ворон, что ты вьешься над моею головой? Ты добычить не дождешься. Черный ворон, я не твой. Ты добычить не дождешься. Черный ворон, я не твой. Скажите, случайно не в роли Волка вы пели эту песню, когда на детском утреннике выступали? Еще раз. Еще раз не получится. Не надо петь, спасибо больше. Достаточно одного раза, Юрий. Спасибо. Больше мы не выдержали. Очень веселая песня получилась, несмотря на что-то вроде текст такой мрачный. А как бы у вас получилось создать веселое разное настроение. Вот знаешь, мы как дураки. Встали сегодня в 5 часов утра, приехали сюда к 6 часам, да, утра. На грим, туда-сюда. Переодевались, готовились, 7.30, вышли в эфир, разогрели публику. Знаешь, они все веселые и бодрые. И осталось полчаса буквально так от сайфира. И тут звонит Юра из Новосибирска. И представишь, и все коту под хвост. Юра, вы сейчас, вот знаете, вот сейчас Шерри совершенно правильно сказал. Вы пели коту под хвост. Вот, то есть вот вы так, черный волк. Вот, привезет нам, понимаете? Что-то типа того. Или, пожалуйста, мне неинтересно. А вот смотри, Шерри, тут просьба позвонить. Могут петь песню из японского мультика Мотошиба Ашикана. Да ты что? Да. Это как у нас Чебурашка и Крокодилгена. Да. Амука и Кашитана. Атошиба и Кашитана. Угу. Я так думаю. Покажите, кого вы нам будете пародировать и каким голосом будете петь? Вы знаете, я пока ждала, я так раз волновалась, что забыла первые строчки. Песня Анжелики Варум. А Анжелики Варум, какую вы именно песню хотите? Я знаю все ее песни. Художник, кто рисует дождь. Ага, что ты нашел? Там первая строчка такая. Мы повстречались на беду. Абсолютно верно. А дальше? У заколоченной эстрады нам ветер, это форохлады дарил. Вот именно вот то, что слово забыло. Мы повстречались на беду у заколоченного гроба. Это первый вариант. Мы повстречались на беду У заколоченной эстрады. Больной сентябрьской прохлады Ты видел леса красоту. Ты рисовал ненастный день. Меня за Антон под алым клёном Синим листопадным звоном Ветела золотая пыль. Меня ты скоро позабудешь. Художник, что рисует дождь. Ничего высоко. Другому ангелу ты служишь И за собой не позовешь. Меня ты скоро позабудешь. Художник, что рисует дождь. Другому ангелу ты служишь И за собой не позовешь. Художник, что рисует дождь. Художник, что рисует дождь. Когда Анжелика Варум... Спасибо огромное. Когда Анжелика Варум дома поет, Мыши из всего дома приходят. Послушайте, кто это поет. Такое интересное. Девушки из всего дома поет. Дальше не помню. А я помню. Он даже лучше. Ну вот песня Ивановича я помню наизусть. Это же все песни в Роксет об этом. Ну да. А можно я вам Иванушек спою? Его не хотелось бы, но уж и бой. Иванушек? Да. А про что песню сразу расскажи? Про финскому партизану? Про любовь. Про любовь. Ого. Давай скорее. Чебасковая песня, мастик. Она очень добрая. Это я люблю, люблю, люблю. Да? Песня. Ну смотрите программу «Бодрое утро». Будьте веселы, бодры и жизнерадостны, как наша любимая ведущая Шерест. С вами было хорошо. С вами был еще Иван Урбин. Пока. Ну это так. Ну, хвостик. Продолжение следует...